Это колонка редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хемий. В канун 30-го юбилея независимости Украины мы не будем подводить какие-либо итоги, посыпать голову пеплом или наоборот превозносить какие-либо заслуги, которые безусловно были за это время у нашей страны. Давайте это оставим руководителям Украины, политикам, ну и тем, кто обычно любит этим заниматься 24 августа. Поговорим о более конкретных, насущных вещах. Вы знаете, на днях буквально стало известно, хотя на самом деле этому явлению уже несколько недель, если не больше, врачам, которые на передовой уже далеко не один месяц, полтора года как минимум у нас пандемия, Так вот, этим самым врачам урезали повидные доплаты. Интересная ситуация. На протяжении долгого времени все представители власти, центральной, местной, говорили о том, какие герои эти люди, которым нужно, чтобы это не стало поднять зарплату. С большим трудом, и это удалось сделать, Национальная служба здоровья Украины, относительно новосозданная структура, ну, по крайней мере, регулярно упоминаемая в прессе, профинансировала региональным отделением, ковидным больницам, те самые доплаты в размере 300%. Младшие медсестры, опытные врачи, люди, наконец, знаете, да, как говорят, не было бы счастья, да, но несчастье помогло. Люди, наконец, стали получать заслуженные деньги. Я говорю о врачах среднего звена, не о тех крупных, да, массивных докторах, во всяком смыслах этого слова, которые привыкли зарабатывать деньги, ну, как бы это помягче выразиться, лопатой. А я уважаю абсолютное большинство врачей, но вы сами сталкивались, сами знаете, что чем выше по уровню в кресле сидения врач, тем, скажем так, есть больше вопросов к его работе. Но врачи, опять же-таки, повторю, среднего звена абсолютно заслуженно получили доплату. И, казалось, это станет константой. Мы не откатимся к тем временам, когда люди в белых халатах получали по 2, 3, 4 тысячи гривен. Да, такие зарплаты есть в медицинском секторе. И вот, благодаря, опять же, в кавычках, пандемии, ковиду-19, люди получили более-менее нормальную зарплату. Но получали они ее год, чуть больше года. Не так давно все откатилось к прежним, как говорится, к заводским настройкам. Теперь вместо 300-процентной надбавки, 50-процентная надбавка, где-то ее вообще нет. Вопрос, почему вопрос адресован на Национальной службе здоровья? Оказывается, финансирования нет. Просто нет денег для того, чтобы платить врачам, которые до сих пор сталкиваются с ковид-больными. Пандемия ведь не отступила. Хотя нам говорят, что пандемия немножко успокоилась. Я что-то не понимаю, как это вообще сосуществует в одном мире с тем, что нас постоянно запугивает. Придет осень, придет штамп дельта, более опасный штамп, повысится количество больных, смертность увеличится. И на фоне всего этого Национальная служба здоровья Украины сворачивает выплаты и говорит, что, ну, знаете, успокоилась немножко пандемия. Кареты скорой помощи за моей спиной никуда не делись. В больнице по-прежнему привозят пациентов. По-прежнему врачи, которые работают с этими пациентами, серьезно рискуют. О каких сокращениях можно говорить? О каком дефиците средств можно говорить? Что самое интересное, это происходит на фоне понятных призывов вакцинироваться. Но как это происходит? По аналогии с Западом, со странами Европы, с Америкой, в Украине, Министерство здравоохранения решило, скажем так, поощрять тех людей, которые вакцинируются. Для этого есть специальный фонд. То есть, человек, получив абсолютно бесплатную прививку, получает шанс, ну, грубо говоря, на спасение. Так ему еще и денег дать, что ли? Я так понимаю. Есть какой-то фонд специальный. То есть, примировать людей, которые вакцинируются, чтобы сохранить жизнь себе, своим близким, деньги есть. А для того, чтобы нормально платить врачам, которые пашут день и ночь, рискуя жизнью и здоровьем, денег нет. Понятно, что фонд примирования, он небольшой. Но хотя бы, не позорьтесь, господа чиновники, есть деньги, давайте потратим на что-то более разумное. И да, обратите внимание, призывы вакцинироваться есть, призывы поощрять тех, и фонд тоже как бы зарегистрирован. А с вакцинами опять в той же Одессе проблемы, дефицит. Эйфория, которая была, мы все радовались, что вот есть выбор. Хочешь коронавак, хочешь файзер, хочешь модерна, выбирай. Сейчас уже и этого выбора нет. И вот на фоне этих, скажем так, немного, но тревожных новостей, Национальная служба здоровья Украины вот так благодарит тех, кто на страже вообще всего. Спокойствие, здоровье, нормального существования в этом мире. Подумайте о происходящем накануне Дня Независимости. Это была колонка редактора. Я Виталий Хемий. Смотрите Репортер.